С переходом России на Болонскую систему обучения изменился сам подход к тому, что такое обучение. Соответственно, изменилось понимание того, какие цели и задачи ставятся в обучении. Давайте поговорим сегодня о том, каким является компетентностный подход к образованию. Традиционный подход к образованию ставит содержание в центр всего обучения. То есть мама с папой рассуждает о том, как должен расти их ребенок. И мама предлагает, что наш мальчик обязательно должен научиться играть на скрипке. При этом не особенно учитывается желание и стремление мальчика, хочет он играть на скрипке или нет. Родители убеждены, что эта способность поможет ему в дальнейшей жизни. Это типичный вариант содержательного подхода к обучению. То есть все остальное строится вокруг того, что ребенок должен изучить. В последнее время существует критическое отношение к традиционному подходу к обучению. Дело в том, что в этом случае главным в процессе обучения становится учитель, который обладает данной компетенцией, может уметь играть на скрипке в данном случае. И именно учитель определяется, как будет строиться обучение, и как будет протекать процесс игры на скрипке и упражнении. Между тем было отмечено, что это не всегда приводит к тому, что учитываются способности ребенка, его желания, и в конце концов в результате обучения не все заканчивающие программы музыкальной школы становятся скрипачами. Для того, чтобы изменить эту систему, был предложен компетентностный подход. Компетентностный подход явно был сформирован под влиянием философии прагматизма, которая была развита в образовательном подходе США, а впоследствии Европы. Компетентностный подход подчеркивает умения и навыки, и способности человека трудиться в какой-то определенной области. Таким образом, не содержание образования становится центром этого процесса, а именно способности ученика, которые он имеет на выходе, или результаты обучения. В связи с этим произошло переосмысление того, что такое обучение и как оно строится. Если раньше преподаватель ориентировался на свои намерения и опыт в обучении учеников, то теперь, прежде чем составляют учебную программу, ставят вопрос, каким вы хотели видеть бы ученика. Образ выпускника по окончании обучения является отправной точкой составления всех образовательных программ. Важным вкладом в развитие компетентностного подхода было предложено Бенджамином Блумом «Таксономия мыслительной деятельности». Бенджамин Блум работал в американской системе образования, занимался процессами мышления и теми изменениями, которые в нем происходят под воздействием обучающей программы. Бенджамин Блум в своей работе «Таксономия образовательных задач» выделил несколько уровней мышления. Переход от одной к другой был задачей образовательной программы. Блум подчеркивал, что образование – это процесс, и учитель призван способствовать продвижению ученика от одного уровня мышления к другому. Давайте посмотрим, какую иерархию мышления предложил Блум. На самом первом уровне появляется знание. Знание о предмете, даже если человек не понимает, что оно означает. Понимание – это второй уровень, который опирается на знание. Человек не может понимать, если он не знает чего-то. Третий уровень применения опирается на знание и понимание. Четвертый уровень анализа подразумевает, что у человека есть определенный опыт в применении изученного материала. Пятый уровень мышления синтез включает в себя элементы анализа. И шестой, высший уровень оценки, покоится на всех предыдущих пяти уровнях мышления. Брум предположил, что возрастание сложности мышления идет от простого к сложному. От знания на низшей ступени к оценке на самой высшей ступени обучения. Таксономия Блума часто используется для описания образовательных задач. Потому что он не остановился только на описании уровня мышления, но он предложил, как каждый уровень мышления может быть оценен. И какие глаголы можно использовать для оценки результатов обучения. Для оценки тех компетенций, которые приобретает студент, освоивавший данный уровень мышления. Посмотрим, какие глаголы он использовал для описания самого первого уровня мышления, знания. Систематизировать, собирать, определить, проанализировать, установить, запоминать, назвать, упорядочить, распознать, фиксировать, рассказать, показать, сформулировать, сообщить. Примерами результатов обучения, построенных с использованием подхода Блума, можно привести следующее высказывание. 1. Перечислить критерии, которые необходимо учитывать при уходе за больными туберкулезом, в случае, если описываются результаты прохождения обучения в медицинском учреждении. 2. Дать определение непрофессионального поведения в отношениях между адвокатом и клиентом, если мы говорим о юридическом обучении. 3. Отметьте, что каждый из глаголов активный, и он подчеркивает делание, а не просто знание по какому-то предмету. В основном интерес Блума относился к познавательной сфере, и каждый уровень обучения был подробно описан, переведены те глаголы, которые могут использоваться для описания результатов обучения. Но вместе с тем Блум и его коллеги также занялись описанием аффективной сферы или описанием тех чувств, переживаний и верований, которые тоже могут быть развиты во время обучения. Какие уровни он обозначил в этом случае? В эмоциональной сфере тоже были приведены глаголы, которые могут оценивать результаты возрастания эмоциональной компетенции. Это поступать, придерживаться, ценить, защищать, демонстрировать веру во что-то, следовать, держаться, инициировать, интегрировать, объяснять, слушать, применять, присоединиться, делиться, оценивать, оспаривать, сообщать, разрешать проблему, поддерживать. Примерами оценки в эмоциональной сфере являются такие утверждения. Признает необходимость профессиональных этических норм. Осознает необходимость соблюдения конфиденциальности в профессиональных отношениях с клиентом. Проявляет готовность благожелательно относиться к пациентам. Принимает ответственность за благополучие детей, взятых на попечение. Демонстрирует приверженность профессиональным этическим нормам. Как уже отмечалось, Блум подчеркивал, что обучение – это процесс. И за время обучения человек совершенствует и продвигается по уровню своей мыслительной деятельности. И хотя работа Блума была написана в 1956 году, до сих пор она активно используется по всему миру для того, чтобы определить имакинно-компетентностный подход к образовательным программам. Мы сегодня говорили о таксономии Блума и о том, каким образом она помогает сформировать компетентностный подход. Но кроме того, вы можете использовать ее для целеполагания в своем личностном росте. Попробуйте оценить эмоциональные глаголы, которые выделил Блум, для оценки своей веры во Христа. Удачной вам учебы! Субтитры создавал DimaTorzok